Игромания Для начала о пулемётах, появившихся у некоторых танков, начиная с обновления 1.45. На первый взгляд может показаться, что единственное их предназначение — по мере сил оберегать танк от пехоты и авиации. А поскольку пехоты в игре нет, то, собственно, от авиации и всё. Но на практике тактическое богатство использования пулемёта гораздо шире. Естественно, повредить из пулемёта вражеские танки соразмерных вам рангов, скорее всего, не получится. Но ничего не мешает вам дымить, стреляя в землю перед противником. Особенно это эффективно в симуляторных боях. Где подобные фокусы полностью загораживают обзор противнику и реально могут спасти вам жизнь. Другой вариант — долбить из пулемёта по вражеской броне, пока у вас идёт перезарядка или пока вы маневрируете. Профессионала так с толку не собьёшь, но менее опытных соперников это нервирует и часто заставляет совершать ошибки. Пулемётами, особенно крупнокалиберными, можно эффективно расчищать путь через леса, парки, кусты и ветхую деревенскую застройку. Чем мощнее оружие, тем более серьёзные препятствия оно может разрушить. К примеру, пулемёт калибра 7,7 мм может косить разве что мелкий кустарник, а вот крупнокалиберный 12-мм способен ломать деревья и некоторые бетонные преграды. Особенно это будет полезно в аркадном режиме на карте Польша, когда многочисленные заборчики и решётки не дают загореться зелёному крестику. Очередь из пулемёта расчистит линию огня и позволит вам удобно целиться. Не будучи в силах пробить танковую броню, пулемёт, однако, отлично справляется с экипажем, если тот сидит в открытой рубке зенитки или САУ. Конечно, снаряд из основного калибра тоже, скорее всего, разнёс бы её в дребезги. Но если вы управляете каким-нибудь неторопливым ИС-2 с перезарядкой в 30-40 секунд, то пулемёт безусловно предпочтительнее. Но всё-таки самое очевидное и штатное назначение пулемёта — защита от авиации. Особенно если он установлен на крыше танка с максимально возможным углом возвышения, чтобы танкист мог наказать пикирующего прямо на него противника. Советовать тут особо нечего. Наводитесь мышкой, стреляете пробелом. Следующая функция — крюк. Он тоже пришёл в игру с последним обновлением и создан для помощи перевернувшимся игрокам. Также он может вытаскивать танки, застрявшие в камнях, севшие на противотанковый ёж или сползшие в траншею. Даже удивительно, сколько игроков до сих пор испытывают затруднения в пользовании тросом. С ним всё предельно просто. Тот, кому нужна помощь, нажимает «ноль». Тот, кто берётся вытягивать, наводит курсор на пострадавшего и тоже нажимает «ноль». Всё, можно тянуть. Наконец, у троса есть полезное тактическое применение, о котором игроки часто забывают в пылу боя. С помощью крюка можно оттащить из-под обстрела поломанного товарища, чтобы дать ему починиться и продолжить бой. А вот разгонять танки до скоростей выше максимальных с помощью крюка, к сожалению, нельзя. Раз уж мы заговорили о спасении товарищей, стоит упомянуть и про помощь в починке. Чтобы помогать с ремонтом, вы должны состоять в звене с пострадавшим игроком. Тогда, как только он начинает чиниться, у вас появится приглашающая надпись. Если после этого вы нажимаете кнопку ремонта, как будто чинитесь сами, это значительно уменьшит время устранения неисправностей для сокомандника. Артиллерия Возможность запрашивать артподдержку была в игре давно, но сам способ и условия применения разнились от патча к патчу. На сегодняшний день артиллерийский удар доступен только лёгким и средним танкам. Вызывается он цифрой 5, при этом открывается карта, где можно выбрать зону поражения. Многие вызывают артиллерию, как только на панели загорается такая возможность. В этом есть логика. Беречь заряды обычно нет смысла, а даже совсем бездарный обстрел всё равно имеет ненулевой шанс кого-нибудь подбить. Но есть способы эффективнее. Во-первых, учтите, что чем ближе вы находитесь к цели, тем точнее стреляет артиллерия. Один из удачных вариантов — сбить противнику гусеницу, стоя вплотную, тут же вызвать обстрел и отъехать. Для зениток и лёгких танков это неплохой способ уничтожать тяжёлых оппонентов, пробить которых в лоб или даже в борт — никаких шансов. Во-вторых, если противник мобилен, мало смысла накрывать его там, где он находится сейчас. Либо встречайте с опережением, либо накрывайте сразу несколько смежных участков. Или, что лучше всего, обстреливайте маршруты подступа к точкам и сами точки под контролем противника. Там наивысшие шансы подбить кого-нибудь, кто спешит по слишком предсказуемому маршруту или поджидает вас в засаде. Наконец, в симуляторном режиме артиллерия может быть полезна так же, как и пулемёт, для уменьшения видимости. К примеру, звено средних танков может устроить артобстрел на пути своего следования, чтобы затем безопасно проехать под прикрытием густой дымовой завесы. Ну и завершают наш сегодняшний выпуск авиационные мини-события для аркадного режима. Чтобы вылететь на самолёте, уничтожайте танки, накапливайте очки вылета. Уничтожили двоих или троих, можете взять штурмовик или бомбардировщик. Одного берите истребитель, чтобы прикрывать штурмующих. Возникает резонный вопрос, что эффективнее — бросить танк и отправляться в небо, или не морочить себе голову и продолжать обычный танковый бой. По нашему опыту выбирайте небо. Опытный лётчик может за один заход забрать 3-4 вражеских танка, причём опыт за их уничтожение пойдёт на прокачку танковой линейки. А если по пути сбить ещё и пару самолётов, то прибыль от этого мини-события может дать вам больше, чем весь остальной бой. Главное — не совершать ошибок новичков. К примеру, не нужно таранить первого попавшегося врага. Бомбы при этом не взорвутся. Чтобы сработал детонатор, их надо именно сбросить. По умолчанию клавиша «Пробел». К тому же урон от тарана не слишком существенный. Полагаться на него, не потратив бомбовую нагрузку, просто глупо. Рассмотрите карту и спланируйте один удачный заход, чтобы по направлению движения в ваш бомбовый прицел попало как можно больше танков врага. Что брать? Штурмовик? Стоимость 2. Или бомбардировщик? За 3. По ситуации, но на наш взгляд, чаще второе. Пусть у штурмовика на борту и ракеты, и бомбы, но и те, и другие довольно лёгкие. При той точности выбора целей, которую вы можете позволить себе с воздуха, лучше выбирать верное надёжное средство — тяжёлые авиабомбы. И последний вопрос. Стоит ли брать истребители? Для атаки, либо для защиты? Тут вам на помощь придут иконки под событием. Если вы видите, что на наш бомбардировщик выходит один-два истребителя, конечно, поддержите его. Если собрался бомбить враг, а против него ни души, обязательно постарайтесь его остановить. Иначе последствия будут плачевными для всей команды. Но не бросайте танк, когда видите, что в небе справятся без вас. И, конечно, не обстреливайте и не тараньте истребителям наземные цели. Для этого в разы лучше подходит танк, который вы бросили дожидаться вас на земле. На этом всё. С вами была Игромания. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok